Всем привет! Доброе утро! Сегодня шестой день моих ежедневных отпускных влогов. Вчерашний день был достаточно сложным, особенно его вторая половина, которая близилась к ночи. Я буду говорить и делать себе завтра. Компьютер, все-таки лаптоп, он, хотя вещь удобная, но в смысле того, чтобы вот тянуть, выдерживать там большие нагрузки, количество заданий подряд, он, конечно, не вытягивает это все. И я где-то до часа ночи сидела, монтировала видео. Это было что-то с чем-то. То есть 50 раз загружала, 50 раз срывалась. Причем все это впинокли, настройки летели. Потом в интернете я оставила на всю ночь, чтобы загружалось видео. В надежде, что утром я проснусь и увижу, что оно уже загрузилось. Просыпаюсь я утром, вижу, что компьютер сам по себе выключился. И мне пришлось заново все загружать. В общем, вообще кошмар. Что-то с чем-то. Надеюсь, что сегодня в плане техники мне будет вести больше, потому что у нас сегодня очень пасмурно. Пахнет дождем. Всю ночь был дикий ветер, холод собачий, тоже дождь. К радости нашей с сыном мой муж сегодня на работу не едет. Так что мы весь день проведем вместе. Просто обидно, что сегодня пасмурно пока что. И неизвестно вообще вопрос с бассейном, сможем, не сможем. Одним словом, сейчас я обычный, рутинный свой завтрак, лаваш, джем, масло. И потом вернусь к вам. Смотрите, я не знаю, камера передаст или нет, но вот какое небо хмурое там. И постепенно оно уже раскрывается вот здесь. И сейчас мы с вами идем на прогулку. Я вам хочу показать этот городок. Мы живем на очень смешной улице Калибри. И сейчас вот на лево, если пойти, самые такие интересные и примечательные дома. Именно поэтому рутинный. Я надеюсь, что камера стабилизирует изображение. Кстати, да, у меня вот здесь на экране, он, кстати, сенсорный. Ой, посмотрите, какая птичка. Ой, посмотрите, какая прелесть. Первый раз в жизни такую птичку вижу. Ой, какая красавица. Да, и вот здесь на экране, когда вы начинаете идти, наверху появляется такой зеленый человечек в движении. Как бы. И, видимо, она действительно, это функция стабилизации. Ну вот. Кстати, если кто смотрел вот фильмы Пуарос с Дэвидом Сушен, там же вот как раз эпоха арты по модернизму же. И вот там вот все дома, когда показывают дома богатых людей, если обратите внимание, архитектура вот такая. Здесь есть дома вот с такой архитектурой. Есть дома с такой типичной испанской архитектурой. Есть дома абсолютно очаровательные, с такой черепичной крышей. Я не знаю, просто немножко пасмурно, насколько краски хорошо будут передаваться. Вот это основная проспект, так скажем, главная улица. Авемида Дель-Нобо. И вот здесь вот уже идут такие ответвления маленькие. У них тоже у каждого свое название. Вот здесь кто-то на таких вот каное, если им правильно выразиться, катается. Вот мы когда гуляли с рубашкой, вчера, то ли позавчера, вот этот дом меня вообще убил. Вот эта вот и травка таким полукругом, и фасад тоже очень красивый. Кстати, да, вот это испанский стиль. Такой вот. Вот этот дом тоже очень красивый, такой пыльно-розовый цвет. И вот этот вот домик, он просто потрясающий. Вот этот раз я о нем говорила. В таком, по-моему, георгианском стиле чуть-чуть, если я не ошибаюсь. Вот тот дом, как раз, вот когда я говорила, как у Пуаро. Вот это вот как у Пуаро. Прямо-прямо езжайте. Там нечего, эти маленькие ответвления, эти улочки, там смотреть особо не на что. Вот очень интересный дом, на самом деле. Вот такой вот нижний этаж у него. Мама никуда, мама вперед. Только уперед из песни. Такой вот гараж интересный. Смотрите, какая потрясающая штука. Какая вот дырочка в облаках солнечная. Смотрите. А уже все, от ветра затянулось. Красиво было очень. И вот смотрите, с какой скоростью здесь едут машины. То есть они пешком идут, можно сказать. Вот улица Галадрина. Ощущение какое-то фэнтезийное. Какая-то Галадриэль. Улица Галадрина. Вот опять какие-то такие испанотипные дома по правую руку. Вот такой вот очаровательный. Вот мне, кстати, вот такого стиля дома больше намного нравится. Вот эта вот кубатура, квадратура, она как-то... Ну, тоже видно, что определенный архитектурный стиль, но особо не впечатляет. Ну, вроде теплее становится, не, Паш? Утром было очень холодно. Такой ветер был неприятный. А сейчас... Вот видите, дети играют надпись. Так что этот деть может спокойно себе кататься без каких-либо страхов за то, что кто-то какую-нибудь кадость делает на машине. Вот я у Паши спрашивала. Он сказал, что... Мы не верненес, а мы оба пришли к заключению, что, к примеру, вот такой вот хороший домик в таком месте может себе позволить, к примеру, такой успевающий, преуспевающий дантист, например, у которого такая хорошая, мощная клиника есть. Вот почему бы и нет, он может себе позволить вот такой вот дом, например. Или адвокат какой-нибудь. Хотя, опять-таки, смотря какого Паши бы адвокат. А вот. А тут, кстати, вот Паша говорит, что это какой-то клуб их местный. Вот такой вот круг здесь. Дальше тоже идут дома, дома, дома. И вот такая вот, ну, тоже похожа на авеню какое-то. Мини-авеню. Такие сосны симпатичные, смотрите. Не, ну, слава Богу, день как-то начинает, если можно так сказать, распогодиваться. Что, папа? Какие лялечки, Рубош? Твой Рубош. Рубош, что? Твой машин есть. И вот, кстати, мы сейчас подошли к тому самому озеру, о котором я говорила. И вот здесь люди на этих каноэх и катаются. Ну, такая вот зеленая тропинка ведет к этому озеру. Конечно, повезло тем, кто живет прямо на его берегу. Здорово. Ой, травка какая мягенькая. И присесть можно. Ой, фонтанчик там. Рубош, только ты никуда не свались. Вода. О, какой гламурный розовый дом. Прям как для Барби. Это для маленьких мужчин. Рубош, только ты. Ну вот, возвращаемся обратно домой. Погуляли. Рубашка нам устроила посреди прогулки сущий кошмар, адский скандал. Короче, в растрёпанных чувствах идём обратно. Итак, всем привет! Мы вернулись с прогулки. Рубашку кое-как как-то урезонили. Он там сидит сейчас, Лундика смотрит, а я буду готовить ему обед. Меня несколько раз спрашивали показать хотя бы какой-то один вид обеда, который я для ребёнка готовлю. И теперь, отыскав вот такую вот кастрюлю без ручек, я буду в ней делать обед. Мне для этого понадобится пластиковая посуда, в которой я сделаю фарш. Так вот, повернусь сюда. Значит, для этого мне нужен баклажан, лук вот такого вот размера, пару зубчиков чеснока, свежей зелени муж не успел вчера достать, у меня сушёная петрушка. Дальше у меня здесь две картошки. По скопу здесь помидоры в Аргентине кошмарные на вкус, то есть вообще вкуса не имеют. Я покупаю консервированные, либо уже нарезанные кубиками, но вот муж достал такие целенькие, но ничего. О боже, остаётся теперь ещё открывалку найти. Ладно, будем решать проблему по мере их поступления. Значит, сейчас я очищу от шкурок картошку. Далее мне также нужен будет мясной фарш. Вообще рубашка ест в основном долму, армянскую летнюю, голубцы ест. Я показывала вам видео, делала, как я делаю голубцы. Ест соус, вот который я сейчас сделаю, такой смешанный обед. То есть я просто, грубо говоря, слоями друг на друга бросаю. Там слой мяса, слой картошки, слой баклажанов, слой необжаренного мука. Что, рубаш? Что поближе? Поближе мультики. Поближе мультики. И смотри, как я поставила. И потом заливаю это чуть-чуть водой. И ставлю на достаточно долгое время, на очень маленький слабоогон, чтобы это всё хорошенько потушилось, обменялось друг с другом соками, ароматом. И всё, вуаля, обед готов. И он несколько дней подряд этот обед с удовольствием кушает. Чему я, в принципе, очень рада, потому что он пока что ещё очень капризный в еде. И хоть такой обед, но есть. Муж уехал в Волмарт за покупками. У нас закончился арбуз. А рубашка без арбуза себе жизни не представляет. Фарш у меня вот, покупной. Здесь ведь вся страна пользуется только покупным фаршем. Ни у кого, никто мясорубками, в принципе, не пользуется. У меня здесь полкило фарша. Вот как раз я всё это, всё эти полкило использую. Выгружу. Так. Солю. Немножко в фарш я добавляю водички, чтобы он стал таким рыхлым и воздушным. Так. Соль здесь очень редко бывает полноценно солёной, поэтому приходится солить немного. Поперчим. Крубошка вообще очень любит специи. Ну, есть в кого. И мама моя, и я, мы фанаты различных каких-то специй. Так что... Крубошка вполне естественно это дело уважает. Очень ароматная зелень. Тут же я сюда довольно-таки щедро посыпаю этой зеленью. Я вообще всегда в этот обед ещё кладу сушёный базилик, но Паша вчера его что-то в магазине не обнаружил. К сожалению. Потому что Крубошка именно вот вкус этого базилика очень любит. Но ничего. Этот фарш я слегка обжариваю на растительном маслице, потому что Крубошка ненавидит просто варёный фарш. Вот здесь его просто... Даже для голубцов мне приходится ему фарш поджаривать, потом его заворачивать в голубцы. Он терпеть не может. Вот просто варёный фарш. Вчерашний вечер и часть сегодняшнего утра у нас с мужем прошла в изучении вот этих альбомов по Аргентине, Буэнос-Айресу. Сидели вместе, копались, смотрели. Вообще здорово было. Много чего нового узнали. Интереснее всего, конечно, эти альбомы смотреть уже не новичку, а человеку, который знает более-менее город. Тому, кто очень хорошо его знает, ещё интереснее смотреть. Потому что там, например, были чёрно-белые, очень-очень старые, позапрошлого века фотографии, где вот написано было, что вот это такая-то улица, это такое-то здание, а на его месте сейчас вот вы знаете, что есть это. Вот интересно посмотреть было, где что было. Например, на месте самой главной картинной галереи или музея, не, музея изобразительных искусств Буэнос-Айреса, который был построен в 30-е годы прошлого века, был рыбный рынок. И фотография была, какие-то индейцы стояли, не индейцы, извиняюсь, какие-то грязные, заляпанные, в саже, в каких-то лохмотях эмигранты, в каких-то палатках жутких с этой рыбой. Ну, сейчас там на месте самый фешенебельный район города, музей. В общем, было интересно достаточно это все изучать. Я даю. Ну, ко мне повернись, Рубош. Не надувается? Что за это? Что, петяга? Петяга! Мама, тебе петяга! Петяга! Петяга, мне не... Музыка 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 Сегодняшний влог я заканчиваю, скорее всего, нашим обедом. Мой муж быстренько, импровизированно пожарил, ну, то есть не пожарил, а сделал вот такой вот... Ой, я сейчас камеру на себя экран сделаю. Вот такой вот очаровательнейший шашлык. Музыка 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 Музыка